Это не Сейдер, друзья, я Александр Кушнарь. Что думают американские военные эксперты о том, как проходит украинское контрнаступление? В сегодняшнем выпуске рубрики Второй фронт мы вам расскажем их взгляды на то, в чем у украинцев преимущество и чего им пока что не хватает для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее провести вот это эпохальное и в буквальном смысле судьбоносное для Украины контрнаступление, целью которого является освобождение сначала, как вы понимаете, южных городов Украины, ну а затем, конечно, Востока и Крыма. Взгляд постороннего. В этом ролике мы решили дать возможность посмотреть на наступления, ведущиеся украинскими вооруженными силами со стороны, точнее с американской стороны. И давайте сразу же не будем лукавить. Это не попытка дать некий объективный взгляд, общую составляющую. Нет, мы прямо заявляем, что не станем здесь транслировать неверную с нашей точки зрения позицию, представленную сегодня крайне правыми представителями партии Трампа, считающими, что Украину надо сдать милому другу Путину. В этом ролике мы представим позицию американских сторонников Украины, которые, однако же, смотрят на все происходящее с гораздо меньшей эмоциональной составляющей в сравнении с украинцами, что и понятно. И этот слегка отстраненный, достаточно объективный взгляд может помочь самим украинцам лучше понять, если не происходящее на фронте, то хотя бы как оно видится дружественным им американцам. Итак, американцы прекрасно видят, что украинские воины удваивают усилия по прорыву мощной обороны России в ходе проведения своего контрнаступления на юге, который с момента его начала в первых числах июня изо всех сил пытается набрать обороты. Американцы указывают на то, что украинские официальные лица дают малой информации о том, какие конкретно свежие части ВСУ используются в наступлении, но замечают, что украинские военные явно добавили недавно тренированные на западе части оснащенные западной бронетехникой, по крайней мере, на одном важном участке Южного фронта. Американские военные эксперты отмечают, что проблемы, с которыми сейчас столкнулись украинцы, возможно, связаны не столько с численностью войск, принимающих участие в наступлении, сколько с их возможностями, с подготовкой и координацией, проще говоря, с теми факторами, которые имеют решающее значение, когда атакующие силы сталкиваются с таким мощным комплексом средств обороны. Анализируя фрагменты различных видео с фронта, американцы отмечают, что западная бронетехника, такая, например, как боевые машины пехоты Брэдли, принимает участие в возобновлении штурма, что в бой уже были введены опытные подразделения. При этом американские эксперты признают, что не могут в полной мере оценить, что и где делается для, скажем так, перезагрузки контрнаступления из-за жесткой секретности, соблюдаемой украинскими военными. И слава богу, это уже наш собственный комментарий. Незачем украинскому командованию открывать свои карты перед всем миром. Одним из мощных, как их называют сами американцы, think tank или мозговых центров, занимающихся анализом военных действий, является хорошо известной, как я думаю, и нашим слушателям ISW, Institute for the Study of War, Институт изучения войны, одна из штаб-квартир которого находится в Вашингтоне. Так вот, представитель этого центра Джордж Барс заявляет следующее. «Мы пока еще вообще не видели никаких свидетельств проведения украинцами атак на уровне батальона, и уж тем более атак на уровне целой бригады. Если украинцы действительно направляют полные батальоны и бригады сейчас на фронт, как об этом сообщается в СМИ, то это будет означать новый этап украинского контрнаступления». В течение нескольких недель украинские силы не могли прорвать позиции русских из-за многоуровневой защиты, танковых ловушек, различных других препятствий, но главное из-за плотных минных полей. Украинцам в этой сложной ситуации пришлось прибегать к использованию небольших групп военных инженеров, работающих в лесных массивах, чтобы проложить путь через эти минные поля или хотя бы просто уклониться от них. Но такие попытки просочиться через минные поля не смогут сломать хребет российской обороны. На спутниковых снимках, отмечают американцы, видно сразу несколько уровней российских укреплений, иногда глубиной до 20 километров. Несмотря на полученную подготовку, в том числе в Западной Европе, украинские силы, похоже, с трудом проводят комплексные общевойсковые операции, которые требуют от них слаженного использования множества различных средств для подавления российской обороны как в воздухе, так и на земле. По сути дела, добавим уже от себя, речь тут идет о том, что в терминах современной американской доктрины ведение боя получило название МДО – Multidomain Operations – многодоменных операций, то есть операций, проводимых одновременно в пяти доменах – на море, на суше, в воздухе, в космосе и в киберпространстве. Джордж Баррес из Института АСВ комментирует, «Российские ударные вертолеты и истребители-бомбардировщики используют слабые места, имеющиеся в системе противовоздушной обороны ВСУ Украины, нанося удары по украинским наземным силам. Сегодня проведение наступления такого масштаба силами тяжелых механизированных подразделений, когда противник имеет превосходство в воздухе, чрезвычайно сложно». Как тут не согласиться с аналитиком АСВ? И как тут не вспомнить о том, что США продолжают тормозить с поставкой столь необходимых Украине истребителей-бомбардировщиков F-16? «Операции идут скорее последовательные, чем синхронизированные, одновременные», отмечает аналитик Франс Стефан Гадди после посещения передовой и продолжительных бесед с украинскими военными. Украине надо лучше синхронизировать и адаптировать текущую тактику, без изменений которой западная военная техника не окажет решающей роли в долгосрочной перспективе. И украинцы это делают, меняют тактику, но работа идет слишком медленно. Украинские военные и сами понимают, что отсутствие прогресса чаще всего связано с неэффективным использованием имеющихся у них сил, с плохой тактикой, отсутствием четкой координации между подразделениями, бюрократической волокитой и остатками мышления в советском стиле. Все это делает украинцев уязвимыми, когда они пытаются продвигаться вперед. Дело не только в технике. Мы не видим систематических усилий по разрушению всей линии российской оборонительной системы. Для развертывания мощного наступления нужно ослабить всю российскую оборону до такой степени, которая позволит украинцам проводить высокоманевренные боевые операции. Отмечая это, американские эксперты возлагают большие надежды на использование кассетных боеприпасов, которые должны стать одной из важнейших мер воздействия на русских на ближайшие недели. Американцы заметили, что ввод новых подразделений ВСУ на прошлой неделе позволил украинцам немного продвинуться к югу от города Орехов, приблизившись к важному российскому узлу Токмак, лежащему примерно в 20 километрах к югу от линии фронта. Отмечая скромные успехи на Востоке, американские эксперты постоянно напоминают о непрекращающихся ударах российской авиации и артиллерии, ссылаясь при этом на слова украинских воинов. Вдоль всей линии соприкосновения сейчас идут контрбатарейные бои. Русские вертолеты парами летают сюда и обстреливают наши позиции. Работают и штурмовики Су-25, которые сбрасывают бомбы на головы нашим ребятам. Русские сюда стянули много подразделений, чтобы попытаться не только остановить наше продвижение, но и отбить утраченные позиции на определенных участках фронта. Американцы считают, что только дальнейшее усиление давления со стороны украинских наступающих частей сможет заставить российских командиров делать болезненный выбор в отношении того, где и как затыкать дыры резервными подразделениями. Эксперты считают, что пока еще рано говорить о том, что украинское контрнаступление перешло в динамичную фазу. Институт АСВ предупреждает, что разворачивающаяся на наших глазах битва будет одной из самых сложных для украинских сил с начала войны. К сожалению, украинцы не могут сосредоточить все свои усилия на юге. Русские все еще надеются на тактическое продвижение на Северном и Восточном фронтах. Поэтому сейчас украинцам приходится сохранять значительные боеспособные бригады на разбросанном на сотни километров участке Северного фронта. Как пишет бывший австралийский генерал Мик Райан, генерал Герасимов, который, как мы предполагаем, сохраняет за собой общее командование всеми российскими войсками в Украине, реализует оборонительную стратегию, но одновременно ведет и наступательные действия в тактическом и оперативном звеньях, особенно на Северном участке фронта, от Кременной к Купянску. Тем не менее, несмотря на все эти негативные моменты, американские эксперты отмечают факторы, которые будут работать в пользу Украины. Джордж Баррес из Института АСВ говорит, что украинцы могут использовать имеющиеся на их стороне географические преимущества. Российские оборонительные линии не являются смежными или одинаково подходящими для сильной обороны. Некоторые из этих линий разделены пополам водными объектами или труднопроходимой местностью. Некоторые линии обороны построены таким образом, что управляемый отход от одной подготовленной линии обороны к другой будет практически невозможен. Указывая на успешные украинские атаки вдоль реки Мокрой Яли, Баррес указывает, что вдоль всей южной линии фронта имеется множество подобных сложных для обороны участков местности. Американцы также видят, что российские части испытывают боевую усталость. Им не хватает ротации, даже когда вперед выдвигаются свежие подкрепления. Так, части 58 общевойсковой армии уже почти два месяца безостановочно ведут оборонительные бои в Запорожье. Командующий 58 армией генерал-майор Иван Попов был уволен в начале июля за жалобу на отсутствие поддержки, которую он отправил в Минобороны России. Большинство американских наблюдателей говорят, что напротив моральный дух воинов Украины остается несгибаемым. Тем не менее, российские силы, даже сильно деградировавшие и не имеющие должного количества боеприпасов, все еще способны задерживать и отражать отдельные украинские удары, проводимые взводом или ротой, если только эти атаки не будут в будущем лучше скоординированной и синхронизированной на более широкой линии фронта. Украинские официальные лица, отмечают американские эксперты, неоднократно говорили о том, что только истребители F-16 смогут нейтрализовать превосходство России в воздухе. И только артиллерия большей дальности, такая как Атак МС, сможет ускорить разрушение тылового обеспечения российских вооруженных сил. Без этого украинские успехи, вероятно, будут происходить в течение длительного периода времени и могут чередоваться с затишьями и с периодами более медленных продвижений, поскольку украинцы подходят к основным российским оборонительным рубежам и сами нуждаются в ротации своих уставших подразделений, считают аналитики института ISW. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова